Привет, друзья, с вами снова Пауль Крец, и сегодня говорим о штативах. Достаточно важная вещь, если вы никогда еще не пользовались, вы такой фотограф, который бегает, типа, руками там все щелкает, на самом деле, очень важная вещь. Я даже не говорю о видеографии, вот ютубинг, например, как мы сейчас снимаем, видео, обзоры, стримы я веду, например, обязательно нужен штатив. Ну и, конечно же, на улице, когда мы снимаем, пейзажи с закрытой диафрагмой с длинной выдержкой, или ночью побольше выдержка, чтобы побольше света собрать, была хорошая картинка, и не было шевеленки. Штатив – вещь важная, честно говоря. И расскажу вам сегодня про свой старый штатив, конечно же, сделаем обзор нового, и это самый лучший штатив из всех, что я когда-либо видел. Пожалуй, и по качеству, и по характеристикам супер универсальный, просто я таких никогда не видел, абсолютно волшебный штатив. Обязательно посмотрите все видео целиком, столько интересных технологических решений, наверное, вы давно не видели. Ну и тут маленький мой есть еще штативчик, немножечко, может быть, по сравнению и с ним, потому что есть о чем поговорить. Но пока вы будете смотреть сериальный анбоксинг, то есть как я распаковывал посылку, которая ко мне пришла, давайте расскажу вам, что все это такое. Это штатив от компании Freewell. Если смотрели мои предыдущие обзоры на продукцию Freewell, я делал обзоры только на фильтры прежде, ну вот теперь они из штатив тоже делают. Кстати, надеюсь, еще и другие модели штативов тоже они понаделают, потому что было бы здорово. И маленький, и еще большой, более надежный для какой-нибудь большой камеры, для видеокамеры. И наоборот, маленький для телефона, для путешествий, прогулок и так далее. Так вот, здесь у нас штатив от Freewell, и все предыдущие продукты, которые я обозревал, были супер высочайшего качества. То есть Freewell отличнейшая контора, которая реально делает качественные вещи. Да, они не самые бюджетные, конечно, не самые дешевые, но это реально супер надежные и очень качественные вещи, которые очень долго вам прослужат, и они очень функциональны, и вы никогда не пожалеете о том, что их приобрели. По крайней мере, я вот сам пользуюсь и фильтрами, и теперь буду с огромным удовольствием пользоваться этим штативом от Freewell тоже. В связи с чем, маленький дисклеймер. Да, мне в этом смысле повезло. Ну как повезло? Это все, ребята, многолетний, многолетний труд. Обзоров, съемок, траты гигантского количества времени на все эти тесты и бла-бла-бла. Благодаря чему компания Freewell заметила мой канал и присылает мне товары на обзоры бесплатно. Однако, во-первых, я, конечно же, очень полюбил все эти товары, ну и не потому, что они ко мне бесплатно приходят, а потому что они действительно супер высококачественные. Но, помимо этого, компания никогда не говорила мне, что я должен и чего не должен говорить в их обзорах. Так что обзоры абсолютно честные, искренние и откровенные. Основываются исключительно на моем опыте. И, конечно же, компания никогда не платила мне никаких денег ни за какие обзоры. Я просто получаю товар и взамен делаю видеообзоры. Так что обзор честный, как есть, так все вам и рассказываю. Ну а теперь давайте приступим и поговорим. Конкретно приступим к обзору, рассмотрим все детали этого штатива, потому что деталей очень много. Сравнивать будем в первую очередь вот с этим штативом. Прежде это был мой основной штатив, я его купил на Алиэкспрессе. Какое-то тут абсолютно нечитаемое название бренда на рукоятке. Но на самом деле штатив очень хороший, очень недорогой за свои деньги. В свое время я его купил что-то около 4 тысяч рублей, но сейчас, наверное, такой стоит, может быть, 6-7. За свои деньги великолепный штатив. Все здорово, но, как вы видите, даже вот здесь на картинке, он прилично больше и, ну, наверное, раза в полтора, если не в два, тяжелее. Так что где-то для домашних или студийных съемок все отлично. Тем более функционал во многом у него совпадает с этим. Но у этого гораздо более продвинутый, сейчас мы к этому приступим. Однако для путешествий где-то, кстати, это же он еще у меня поднят. На самом деле максимально это его, наоборот, самое низкое это положение его вот. Так что он намного ниже. Это тут центральная колонна еще есть. Вот, так что это самый компактный такой штатив. Я еще шаровую голову открутить отдельно, перевозить. Тоже будет все супер. В общем, самый маленький и легкий, но при этом полноценный штатив. И вы увидите, когда я вытяну ему ноги телескопически, что на самом деле довольно длинные у него ноги. Он довольно высоко может стоять. Давайте вот здесь этот комплектик я возьму, что у нас осталось после анбоксинга. Ну, самое простенькое это вот такой чехол, кстати, очень стильный, такой серо-матово-меланжевый. В него помещается, кстати, штатив целиком вместе с шаровой головой, что приятно. На самом деле не всегда производители штативов делают чехлы, чтобы туда не помещались с шаровой головой. Вот, по-моему, от этого штатива у меня чехол такой, что шаровую голову надо отдельно носить. Это, конечно, полная глупость, потому что неудобно. Вот, а здесь засунул все в один чехол и все помещается. Он небольшой, можно его на отдельном ремне носить на плече, а можно, соответственно, просто в карман рюкзака боковой, где обычно вы штатив и носите. В комплекте идет набор полностью шестигранников, все ключи, которые нужны, потому что здесь много винтов. Почти все они на шестигранниках и разного размера. Поэтому ключи всех нужных размеров уже идут в комплекте, и это прикольно. Тем более эти ключи, как вы знаете, в быту пригождаются довольно часто, не обязательно к штативу. Вот, например, у меня на гитаре тоже много там шестигранников пригодятся. Но это так, к слову. Коробочка. Вот чем крута компания Freewell? Они даже на упаковке не экономят. Это настолько вот качественный картон, настолько все красиво, ровно склеено. Принты все. Ну, просто берешь коробочку, все супер высококачественно. Вот. Но, тем не менее, что тут у нас написано? Давайте прочту вам. Вращение на 360 градусов. Шаровая голова очень плавная. Ножки раздвигаются на разные позиции. Очень быстро можно менять высоту штатива, что я вам действительно сейчас покажу. Вот. Крепеж как для камеры, так и для телефона. Все в одном, представьте себе. Тоже вы это чуть позже увидите. Компактность. Контроль горизонта. Здесь есть тоже уровень. И даже есть маленькое устройство для хранения AirTag. Это устройство для отслеживания вашего штатива, если вы его вдруг потеряли. Вот. Что у нас здесь написано? Давайте посмотрим, что штатив... Написано, что выдерживает до 8 килограммов. А шаровая голова до 5 килограммов. Но мы это проверим. Я повешу свой самый тяжелый сетап сюда сверху на штатив. И посмотрим, как он выдержит. Будет ли все эти механизмы держать и не будет ли ничего гнуться. Что еще у нас написано? Что весит он 900 граммов. Меньше килограмма. Сделан из carbon fiber. Из карбонового волокна. И что еще? И высота его в самом нижнем положении 16 сантиметров. Вот. В среднем положении 125. И с помощью еще центральной колонны можно увеличить и получить 150 сантиметров высоты. Полтора метра. Что очень-очень круто. Но я вам все это сейчас наглядно прямо перед камерой и покажу. Вот. Так что шикарная, в общем-то, коробочка. И все упаковочка. И все классно. Что еще идет в комплекте? Вот в пакете шли ключи. И отдельно шла вот такая штучка. Я ее уже прицепил здесь на ногу. Ну, я вам покажу крупнее на перебивке. Вот такое вот маленькое приспособление, которое крепится к одной из ног. Надежно, кстати, крепится теми же самими шестигранниками. И, как видите, вот это место для плюшки здесь. Это как раз для AirTag. Тоже закручивается надежно. Так не вытащишь просто оттуда без ключа. И здесь есть держатель для ключа. И еще один шестигранник идет в комплекте. Что очень приятно. Значит, этот шестигранник нужен для двух вещей. Первое. Это для закрепления вашей камеры при помощи плашки Arca Swiss. Стандартная тоже плашка. На всех стандартных штативах. То есть, чтобы ее закреплять на камере, вот этим вот ключом пользуемся. И также этот же самый ключ этого же размера нужен для регулировки тугости ножек. Настолько туго они будут, соответственно, вот здесь сгибаться и разгибаться. Вот. То есть, этот ключ нужен только для двух этих вещей. Для всех остальных, да. По-моему, остальные, соответственно, шестигранники из комплекта. Что интересно. Казалось бы, здесь вот держатель этого ключа, да, вот вставили и как бы забыли. А что с ним будет? Он же оттуда будет вываливаться. Смотрите. I'm sorry. Я не хотел, чтобы это было так громко. Но вы видите, что он не держится вон. Ведь казалось бы, дырка такая глупость. Зачем делать такой вот держатель, с которого все вываливается? На самом деле, штука в том, что ключ сюда нужно вставлять под определенным углом. Почему? Потому что здесь, на самом деле, есть магнитики. Если вы вставляете под правильным углом, то загнутая маленькая часть этого ключа магнитится, и проблема решена. Смотрите. Ничего не вываливается. Даже если я буду очень сильно трясти, ничего не вываливается. Вот. Поэтому ваш AirTag здесь будет храниться. И, соответственно, ключ на магните тоже никуда не денется, если вы под правильным углом его туда засунете. Держатель этот, естественно, можно повыше на ногу поднять на любую из них. На другую, пониже, повыше, как вам удобнее. Вот. Я вот пониже прикрепил. Что значит с ногами? Теперь давайте непосредственно к штативу и перейдем. Мы будем его рассматривать снизу вверх, потому что становится все интереснее и интереснее. От нижней части к верхней. Ну и давайте начнем прямо с ног. Вот возьмем мой старый штатив и увидим, что телескопические ноги, как их выдвигать, да? Откручиваем элемент здесь, вытаскиваем ножку, закручиваем. Откручиваем второй элемент, вытаскиваем вторую часть, закручиваем. Третью вытаскиваем, закручиваем. Три раза, на три разных закрутки, на три секции ног, да? Обратно то же самое. Ну можно, обратно можно проще открутить все, схлопнуть все и потом эти все три умудриться всеми пальцами взять и затянуть. Окей. Но тем не менее, на три ноги по три крутилки на каждую. Девять крутилок вам нужно использовать, чтобы зафиксировать ноги. Здесь одна крутилка на одну ногу. Вы верите вообще в такое? Смотрите. Это просто чудо какое-то. Лучше, наверное, не бывает. Откручиваем эту штуку. Она откручивает первую ножку. Дальше откручиваем вторую, третью, четвертую. Все. Вытянули и одним единственным движением закрутили все четыре. Пожалуйста. Давайте для всех такое сделаем. Одним единственным движением, заодно лишь резиновую эту ножку. Парам-пам-пам. Все готово. Вот, значит, стандартное положение штатива. Это сколько? 125 сантиметров. Ну и, как я говорил, центральная колонна выдвигается. Вот они ваши 150. Ну, при желании, можно еще какую-нибудь палку на стандартной резьбе найти. Если хотите, можете еще увеличить. Окей. Ну, по умолчанию, ну, если еще здесь будет камера, мне кажется, куда уж выше. Все идеально и все шикарно. Ну, давайте покажу вот. То есть, реально большой, громадный штатив вполне себе получается. Ну, и обратно, смотрите. Откручиваю разочек, раз. Одним движением все скрутил. Раз. Ну, тут еще разочек, да. Вот, естественно, каждую секцию по отдельности тоже можно. Вот сложил одну секцию, закрутил. Сложил вторую. Ну, допустим, среднюю закрутил. То есть, любую высоту на любое количество секций вы, конечно же, можете тоже делать. Но все это... А, здесь еще нога откручивается. Надо вот так держать. Сейчас я вам это тоже покажу. Вот. И одни полностью обратно. Шикарно. Быстрее, наверное, не бывает. Вот. Но прежде чем мы к откручивающейся ноге перейдем, хочу рассказать про кончики. Здесь, естественно, прорезиненные вот эти хвостовички. Так же, как и здесь. Единственное, чего здесь нет. У меня есть еще один штатив. Сейчас у меня с собой нет. Он у меня в студии. Но там сделано интересно. Там вот эти резиновые хвостовички можно снять. И там будет оконечник штатива, как стрела или как копье какое-то. Да, штырек такой. И, в принципе, если снять их все, будут такие штырьки. Например, это может быть удобнее на ковре, когда втыкается в ковер. Или если земля какая-то мягкая. Или лед, если скользит, например, резинка у вас по льду. То там острые штырьки. Вы можете их воткнуть в какую-то поверхность. Здесь такого нет. Ни на этом штативе, ни на фриволовском. В общем-то, это небольшая проблема. Потому что едва ли где-то у вас там штатив. Но только если он под углом на наклонной ледяной поверхности стоит, да, и вам нужно его воткнуть. Ну, окей, такое может быть. Но в подавляющем большинстве ситуаций это просто не нужно. И мне ни разу не приходилось с этим сталкиваться. В общем, в любом случае штырьков здесь нет. Здесь обычные резиновые подставочки. Что же у нас с ногами? Значит, ноги, смотрите. Нога одна из них откручивается. Из нее можно сделать монопод. Соответственно, мы ее точно так же раскручиваем полностью. Растопыриваем. И что еще? Либо можно прямо на нее открутить отсюда шаровую голову и прикрутить. Да? Вот так вот. Откручиваем. Вот у нас шаровая голова. И можно прямо сюда прикрутить. Но можно и получится у нас. Давайте посмотрим, какая высота. Ну, примерно вот такая. Что, в принципе, с учетом, скажем, поворотного еще экрана, для фотографии, для видеографии, в общем-то, неплохо от уровня груди. Но если вам этого мало, то здесь выкручивается центральная колонна. А именно, здесь снизу такой крючок. Сразу скажем про него. Крючок удобен в тех случаях, когда вам нужна дополнительная стабилизация штатива, если большой ветер, и у вас все шатается. Здесь на крючок снизу вы можете повесить сэндбэг, то есть какой-то утяжелитель, мешок с песком. Или тупо ваш рюкзак. Либо для стабилизации, либо, если просто вы на землю не хотите ваши вещи класть, вы спокойно можете поставить штатив, а сюда на крючок повесить снизу ваш рюкзак. Он всегда будет перед вами, и заодно будет дополнительно стабилизировать штатив. Но, чтобы вытащить центральную колонну, вот этот крюк мы отсюда просто выкручиваем. Обычной резьбой так выкручиваем. И тогда центральную колонну можно тоже открутить и полностью вытащить. В чем здесь профит? Во-первых, всю эту длинную колонну можно также прикрутить к одной ноге, к моноподу, и у вас будет вообще вот такая нога. С учетом еще шаровой головы, да? О, уже там, ну, на уровне глаз точно будет экран фотоаппарата у меня. Ну вот, или любой другой камеры. Во-вторых, давайте посмотрим. Эту колонну при помощи этого же самого крюка. У крюка с другой стороны ключ. Этим ключом на центральной колонне мы откручиваем винтики пампаром. И часть этой колонны надежно закручивается, поэтому надо и надежно открутить. Снимается маленькая часть. И что происходит? Смотрите, эту маленькую часть я вставляю обратно сюда. Под любым, в общем-то, углом. И давайте верну сюда одну ногу еще. Вот таким быстрым способом. Просто с ума сойти, насколько это удобно. Конфетка. Прикручиваем обратно ногу. И смотрите, можно такую высоту получить, да? Ну, такая же была и с полной колонной. Просто колонна снизу торчала. Ну и, соответственно, голова, да? А можно ножки имеют три степени свободы. Смотрите, вот первая, самая широкая. Давайте я растопырю их. Они сейчас довольно тугие. Как я и сказал, это можно регулировать ключом, входящим в комплект. И если полностью растопырить ножки и использовать маленькую центральную колонну, вот они ваши 16 сантиметров от земли. То есть практически с пола вы можете снимать. Смотрите, как удобно. И это я еще снял шаровую голову. Естественно, вы можете голову повесить. Будет чуть повыше. Но, как вы видите, все равно это очень... Где? На каком? На светлом фоне надо показать. Это все равно очень низко от земли. Но если голова вам не нужна, чисто плоская картинка, горизонтальная нужна. Вот, пожалуйста, вот еще ниже. Соответственно, ножки, если чуть сгибаем, щелк, щелк, щелк. Следующая степень вот такая. То есть пошире ноги, более надежное положение. Ну, либо пониже, если вам это нужно. Ну, и последний уже показывал. Еще один щелк. Вот, самое узкое положение ног. Вот такие вот дела. Так что все это просто супер. Соответственно, центральную эту маленькую колоночку вытаскиваем. Вставляем обратно. И прикручиваем ключом, который уже здесь не просто в комплекте, а он уже является частью штатива, что очень удобно. Не нужно лезть за отдельными ключами. Карман. Мы засовываем обратно центральную колонну, если нам это надо. А ключик с крючком, соответственно, прикручиваем обратно. То есть это не только ключ раз, не только крюк два, но это еще и ограничитель, который не позволяет центральной колонне вылезать. Видите? Этот крючок, он снизу держит. Вот выпадение центральной колонны. Так что все просто супер, очень эргономично и очень здорово и удобно сделано. Давайте прикручу обратно шаровую голову и пойдем дальше. Стоит сказать, что у этого штатива тоже ноги откручиваются, я показывала. Тоже можно сделать моноподы. Тоже одна нога у него откручивается. Тоже можно центральную колонну выкрутить сюда, прицепить и шаровую голову. Все то же самое это можно делать. И даже ноги, в принципе, у него раздвигаются довольно широко. Но все это в работе гораздо медленнее, чем здесь у Фейвэлла. Потому что здесь надо, например, отодвинуть рукой эту штуку, потом поднять. Здесь есть у нас две только степени свободы. То есть в самый низ, да, не получится. Вот это будет самое низкое, на что штатив свободен. А этот можно еще ниже опустить. А у этого только вот два положения. Опять надо рукой здесь нажать на кнопочку, тогда зафиксировать. То есть глобально функционал, в общем-то, очень похожий. Но здесь это все настолько удобнее сделано и гораздо быстрее это все можно регулировать, что просто одно удовольствие пользоваться. А здесь тоже, да, надо открутить, вытащить колонну, перевернуть задом наперед и все такое. А принципиально, да, можно и как штатив, и как монотив, хотел сказать. Как монопод тоже можно использовать. Но чего здесь нет, например, на этом штативе, хотя он больше, и у него там место, он вагон. Здесь, значит, между этих двух ножек у нас находится крутилочка для регулировки центральной колонны, а между двух остальных пар ног находится резьба на четверть дюйма, стандартная наша штативная резьба, куда вы можете прицепить какие-то дополнительные аксессуары, микрофоны, какую-то клеточку-крепеж с дополнительной батареей, свет, освещение или еще что-то, все что угодно, держатель для телефона, в конце концов. Вот, то есть очень удобно. Две дополнительные резьбы здесь есть прямо на штативе. Так, ну вроде бы с ножками все, если что-то забыл, напомните мне. Теперь же давайте пойдем выше, а именно, перейдем к шаровой голове. И здесь начинает, только начинается, и все только, здесь все только начинается, самое интересное. А именно, обычно на штативах, но, к сожалению, у меня здесь такого примера нет, здесь у меня два штатива с чисто шаровыми головами. Вот шаровая голова и здесь. Здесь вообще только шаровая, да, она способна только вот крутиться, наклоняться туда-сюда. Вот, ну может быть вертикально, разве что можно сделать, сбоку есть прорези, да, окей. И фиксируем. Кстати, этот штатив очень шикарный, малюсенький, настоящий, я бы сказал, для путешествий. У него можно еще ножки выдвинуть. Вот, подробный его обзор у меня есть в качестве спонсорского контента, контента для спонсоров на ютубе и на бусте. Вот, было бы здорово, если бы Freewell тоже такие штативы начала делать, и более маленькие для путешествий, или для влогов, вот так вот, как рукоятку можно держать. Или, наоборот, более мощные, если кому-то для киноделов нужны более мощные штативы. Но я думаю, компания Freewell, в них все впереди. Так вот, вернемся. Здесь чисто шаровая голова, здесь тоже шаровая голова, тоже вот она ходит, но здесь чуть более продвинутая. Во-первых, здесь два механизма фиксации, то есть, чтобы голова случайно не скрутилась, здесь есть вторая крутилка, второй держатель. Вот, но есть еще и механизм панорамирования, да, можно всю голову вращать вокруг себя. Но, если вам нужен тилт, то есть, наклон строгий вниз-вверх, здесь такого нет. Здесь это делается только при помощи шаровой головы вниз-вверх. Наш же чудесный, абсолютно волшебный Freewell-овский штатив. Может, это все. Представьте себе. Поехали. С самого низа у нас маленький такой регулятор. Это для панорамирования. То есть, мы снимаем давление, откручиваем, и у нас панорамирование. Стоит отметить, что все регуляторы очень плавные, и все повороты, и все движения суперкремово-шелковые. Вот, смотрите, мизинчиком одни можно даже поворачивать. Очень-очень мягко, то есть, суперкрасивые кинематографичные проходки можно делать. Для киноделов особенно важно. Также, может быть, важно, кстати, для фотографов, кто хочет стичить, склеивать фотки, например, делать гигантские панорамы. Вот, здесь сбоку написано количество градусов, на которое вы поворачиваете камеру. Соответственно, вы можете на одинаковое количество поворачивать, делать фотку, поворачивать фотку, поворачивать фотку, потом все это склеить и получить невероятные там несколько сот-мегапиксельные панорамы. Вот. Регулятор замечательный, держит все крепко. Поворот очень плавный, и есть циферки по количеству градусов для поворота. Стоит сразу также отметить, что вот эти, сколько их здесь, два регулятора. Кстати, здесь на этом то же самое. Такая прикольная фича. Она меня сначала смутила. Я думаю, почему это болтается, так регулятор-то не жестко держится, там, хлипкий, что ли, или сломанный. Нет, на самом деле, это гениальная идея, потому что, если у вас, например, ваш регулятор торчит куда-нибудь в сторону, а здесь какой-то аксессуар, или стена, или что-то вам еще мешает, или вам там не подобраться из-за всего остального, что вокруг, вы можете эту штучку потянуть на себя, провернуть ее, сделать под другим углом, вернуть обратно и снова крутить. Знаете, как эти отвертки-трещотки, да, повернул, трык, обратно, повернул, повернул. Так вот, здесь два регулятора. Один отвечает за панорамирование, второй за шаровую голову. Оба их можно регулировать, менять угол, под которым находится основной рычаг давления. Что, конечно, просто замечательно. Можно настроить как угодно, и потом просто убрать в любую сторону, чтобы это вам не мешало. Так вот, едем дальше. Следующий регулятор, та самая шаровая голова. Тоже откручиваем, и у вас полная свобода. Есть такая вот рукояточка, про нее через секунду поговорим. Полная свобода, пожалуйста, наклон, вращение во все стороны, панорамирование, тилт есть, то есть тоже наклон. И сбоку есть тоже ложбинка для того, чтобы сделать все вертикально, как вы видите. То есть замечательно, шаровая голова, все супер. Окей, фиксируем ее, едем дальше. А вот дальше механизм, которого нет в этих двух штативах, а именно тилт, то есть наклон. Вот эта рукояточка, ее кинорукояточкой, по-моему, обычно называют. Откручиваем ее против часовой стрелки, и она теперь спокойненько у нас наклоняется вниз и вверх отклоняется. Назад-вперед. Вот, у меня есть такой на другом штативе, но там только поворот вокруг своей оси и наклон назад-вперед. Там нет шаровой головы. Здесь, наоборот, шарова есть, но тилта нет. Здесь, как видите, все вместе. Так что тилт есть, и на тилте на этом наклоне тоже есть градация, то есть в градусах написан ваш наклон. Поэтому спокойно можете по сколько тут получается? Градации, градации вот по 15, да? 45 градусов есть, 60, 90 градусов, 120, 180. Пожалуйста, если вы хотите, особенно где-то в видеокино снимаете, повторять ваше движение в точности прям по градусам, то вы и по панорамированию это можете делать, потому что цифры есть, и по наклону тоже все циферки есть. Плюс вы можете точно установить нужный вам градус, там, 45, например, или 90. Вот, как установить точно, я вам через то же какое-то время расскажу. Но и это еще далеко не все. Опять же, самое интересное, на мой взгляд, сейчас у нас только начинается. Ну, представьте, что мы поставили вот так вот штатив. И давайте я вам приведу даже конкретный пример. Если вы не первый день на моем канале, то знаете, что я стримлю периодически из своей музыкальной студии. И там у меня компьютер стоит прямо возле стены. И монитор, экран стоит у стены, а камеру я ставлю сзади, между экраном и стеной. И там у меня как раз штатив тоже с такой ручкой был долгое время. И вот эта ручка все время упиралась у меня в стену. Я мучился постоянно, как найти угол, под которым поставить туда штатив, чтобы эта ручка не упиралась. А еще почему? Потому что если у вас большая тяжелая камера и тяжелый объектив, например, полнокадровый, как я использую, и вы делаете вот так вот, две ножки растопыриваете, а линза смотрит вперед, то, естественно, под собственным весом она легко может сюда перекинуться и упасть. Поэтому хотелось бы, чтобы спереди была одна центральная нога, чтобы на нее был упор весом, и тогда ничего никуда не падало. Но при этом запросто может быть, вот как в моем здесь случае, нога сюда, все хорошо, камера сюда. Но здесь это ручка, а здесь уже может быть стена, она может мешать. Так вот, здесь сделано абсолютно гениальное решение, как этого избежать. И это не только в примере со стеной, но в примере и с другими аксессуарами. Если у вас тут какой-то кейдж, клетка какая-то, свет, микрофон, еще что-то. Вот, здесь маленькая крутилочка, смотрите, с краешку, возле Arcus Ways, возле плашки, которая держит камеру. Откручиваете эту штучку, снимаете давление, и ваша плашечка крутится по своей оси. Это просто гениально вообще. Я могу штатив как угодно развернуть, допустим, этой палкой от стены. При этом при помощи панорамирования повернуть, например, могу ногой вперед, да, и панорамированием эту ручку отсюда убрать, а при помощи поворота плашки повернуть уже камеру линзой туда, куда мне нужно, например, в сторону опорной ноги, и зафиксировать. Все, проблема решена. Здесь у вас по минимуму все плоское, ручку убрали из стороны, и все круто. Но это нужно не только для этого. Я вам скоро покажу еще одну функцию, для чего вот этот поворот плашки тоже нужен. Но сначала давайте саму плашку рассмотрим. Плашка откручивается здесь рядышком, черной крутилочкой, не перепутайте, красненько для того, чтобы плашка вращалась, зафиксируйте черное, чтобы снимать саму плашку с крепления. Это обычная держалка Arca Suisse, то есть стандартная, она вот, все они взаимозаменяемы с этим штативом, даже с этим штативом они взаимозаменяемы. Вот, поэтому хорошо, когда Arca Suisse стандартная плашка, и всегда можно ей пользоваться. Ничего особенного в ней нет, да, здесь у нас крепеж обычный, который можно монеткой или вот ключом затянуть. И, соответственно, плашка Arca Suisse. Но есть тут один маленький секрет. Если посмотреть с обратной стороны, здесь такие маленькие ушки, и если мы их отогнем, что мы получаем? Мы получаем держатель для телефона! Вы где-нибудь видели стандартный штатив, чтобы был встроен держатель для телефона? Вот он здесь есть. Конечно, если вам нужно снимать на две камеры и сразу и на фотоаппарат, или на видеокамеру и на телефон, да, вам нужно два крепежа. Но если вы снимаете по очереди или просто не хотите с собой два таскать, и вам не нужны оба сразу, то, пожалуйста, хотите с камерой снимать, хотите с телефоном. Как же его прикрепить? Обычным образом уже не прикрепятся, потому что ушки в другую сторону гнутся. Но здесь есть такие два маленьких рожка, и вот этими рожками мы и вставляем сюда вертикально и прикрепляем. Кажется, что рожки очень маленькие. На самом деле, если хорошо закрепить... Смотрите, я могу даже за эту штуку поднять вот так вот. То есть она не вывалится, телефон ваш никак. Хотя вроде за маленькие рожки держится, на самом деле очень крепко держится. Вот. И давайте теперь засунем сюда мой телефон. Телефон у меня довольно большой. Это HTC U12+. Вот. Ну, наверное, да, такой стандартный крупный размер девайса. Я его самым краешком прицеплю, потому что у меня здесь на этом... Еще и бампер, кстати, тоже ширины и толщины добавляет. Ну, у меня здесь такая плюшка для крепления, поэтому не обращайте внимания, я просто немножко сбоку подцеплю. Но речь о чем? Речь о том, что такой довольно широкий телефон все помещается, и еще есть запас. То есть любого размера, не обязательно маленький, любой ваш нормальный телефон сюда поместится, как на любом обычном стандартном держателе. Это просто шикарно, супер. Вот вам, пожалуйста, горизонталь. Соответственно, вот смотрите, я поверну вот так вот плашку к себе ручкой. Что можно делать? Да все то же самое. Откручиваете ручку, пожалуйста, у вас наклон. Откручиваете шаровую голову вообще во все стороны, крутите с телефоном как хотите. Вертикально, пожалуйста, либо при помощи шаровой головы, да, смотрите, я зафиксируем. И потом, например, вот почему я сказал, для чего еще может быть нужен поворот этой плашки. Делаем вот так вот поворот этой плашки, и, пожалуйста, у вас вертикаль. Потом эту же плашечку разворачиваем, пум-пу-рум, либо делаем тилт, либо вообще шаровой головой от тилт обратно делаем. Вот. То есть как угодно, вообще под любым углом полнейшая свобода движения у вас, что с камерой, что с телефоном. Так что это вот абсолютно гениальное решение. Можно сюда телефончик, а так эти ушки обратно закладываем, откручиваем, плашку кладем просто горизонтально, и вот она уже готова для вашей камеры. Вот. Вроде бы больше ничего не забыл. Есть еще кое-что, но про это я вам расскажу, когда буду перечислять некоторые маленькие недостаточки микроскопические, или то, что мне лично не очень понравилось, то, что смутило, что можно было бы еще подкорректировать. Сейчас же давайте повесим сюда самый большой и тяжелый набор, который только у меня есть, и посмотрим, насколько штатив способен все это выдерживать. Я не снимаю профессионально спорт или дикую природу, так что у меня нет даже 70-202.8 большого тяжелого, тем более уж какие-то там 300-400-600 мм объективы. Ну вот самое тяжелое, пожалуй, что я могу сделать, это 5D Mark III с батарейным блоком, с двумя батарейками. Объектив 24-105, тоже довольно увесистый. Ну и чисто для фана еще вспышку сюда повесил, чисто для веса. То есть на самом деле довольно увесистый такой аппарат получается. При этом учтите, что это зеркалка, и все это там тяжелее. То есть и объективы раньше металлические потяжелее делали, и тушки были более тяжелые. Без зеркалки полегче чаще всего и объективы, и тушки сами по себе. Ну, конечно, все зависит от того, какие у вас фокусные расстояния, и в целом габариты, какие аппараты. В общем, вот это довольно тяжелая штука. Значит, как ее прицепить? Соответственно, мы снимаем отсюда плашечку. Берем здесь ключик из вот этого держателя с магнита, его отмагничиваем. И, соответственно, обычным образом прикручиваем плашку к штативному гнезду, в данном случае на батарейном блоке. Ну, либо к самой камере, если вы без батарейного блока. Ну вот, ключи хорошие, все надежно, все крепко. Примагничиваем обратно под правильным углом, напоминаю, чтобы не потерялся. И прифигачиваем его сюда к штативу. Ох, страшно держать. Тяжелая штука. Вот, прикручиваем крепко. Больше всего меня что интересует? Понятно, что вот так вот вертикально, ну, неважно на какой высоте, там ноги можно пошире расставить, это все нормально. Понятно, что так все будет держаться, но никуда оно не денется. Также у вас, соответственно, есть тилт ваш, все тоже будет хорошо. Но мне больше интересно, насколько крепкая шаровая голова. Потому что это, конечно, такое самое слабое звено. Кстати, давайте я, вот смотрите, при помощи поворота плашки отворачиваю от рычага, чтобы рычаг был у меня за камерой. Вот насколько это удобно, да, смотрите. Под любым углом, хотите так, хотите так, зафиксировали, и дальше уже своим рычагом работаете. Так вот, шаровая голова. Давайте я попробую ее затянуть. Опять-таки, кстати, видите, при помощи поворота этой самой плюшки затянуть пожестче. Так, шаровую голову. Ну, представим, что это у нас вертикаль. Как настроить вертикаль и горизонталь, в смысле горизонт, я вам сейчас чуть позже покажу. И зажимаю ее посильнее, насколько сил хватает. И, смотрите, пробую, мне даже страшно, честно говоря. Пробую повернуть штатив и проверяем. Так, пока не падает. Слушайте, он такой тяжелый, я даже одной рукой не удержу. Смотрите, и шаровая голова выдерживает вот этот вес. Это просто чудеса. Смотрите, это реально очень тяжелый сетап. Вы представляете, какой рычаг здесь получается? И шаровая голова все это выдерживает. Смотрите, она не падает. То есть механизм настолько крепкий, реально, что абсолютно все супер. Тест пройден, реально. Никаких проблем я здесь не вижу. Соответственно, также вы можете панорамировать и все, что я вам показал, делать. Так что я вижу, что никаких проблем здесь с крепостью и надежностью штатива у нас нет. Такой тяжелый сетапчик камера выдержала. Поэтому пока сплошные плюсы. Но, как я вам и сказал, есть некоторые маленькие недостатки, которые смущают. И сейчас я вам про них расскажу. Собственно, один из них, вот смотрите, я откручиваю. Чтобы открутить, мне нужен ключ. Что здесь можно делать? Можно открутить при помощи шестигранника, который входит в комплект. Но шестигранник, да, надо иметь с собой. Надо его магнитить, надо его не потерять. Можно, конечно, это и ногтем делать, но сильно вы ногтем не затянете. Особенно, если тяжелая камера, это важно. Можно это делать монеткой, да, монеткой. Можно это делать ложкой, вилкой, ножиком, чем угодно. Ключом, наконец, ключи от дверей, если вы вставите туда. Но здесь других механизмов никаких нет. Либо ключ, либо вот, ну, плоская отвертка, разве что еще. Что я имею в виду? А то, что, например, на вот этом штативе у меня есть маленькая такая петля металлическая, маленькая ушко, ушко. И это, на мой взгляд, идеально. Не нужны никакие монеты, никакие ключи. Хотя здесь тоже и монетой, и ключом, и отверткой можно это все прикрутить. Вот эти металлические петля, такая металлическая петля, металлическое ушко, берем за него и просто прикручиваем в камеру. Не нужны никакие инструменты. Это шикарно. Вот, к сожалению, один из недостатков здесь, в данном случае, это плюшки, в том, что здесь такого ушка или ушка такого нет. Не знаю, может быть, это потому, что здесь держатель для телефона, и оно бы, может быть, не поместилось. Мне кажется, что можно было бы сделать, потому что на многих штативах оно есть, без дополнительных инструментов, прикручивать просто плашку к камере. Вот. Это вот один такой, ну, назовем условный недостаток. Значит, второй особенность даже, не то, что недостаток, а второй в том, что вам нужен вот этот вот ключ, да, для того, чтобы прикручивать. Но, в то же самое время, как я уже вам говорил, у вас есть ключ здесь на крюке снизу. Так почему было не сделать их одинаковыми? Ибо вот этот ключ, он меньше, чем плашка здесь. Он не подходит сюда. И было бы абсолютно гениально. Тем более, для этого всего-то надо было. Просто здесь диаметр, ну, размер побольше сделать. А здесь место-то позволяет. Это же просто кругляшка металлическая. Можно было бы пошире немножко сделать. Ну, вернее, наоборот, получается, поуже. В данном случае, поуже. Вот. Чтобы подходило под этот ключ. И тогда вам не нужно было бы таскать еще этот один ключ на этом дополнительном крепеже, а бояться, что он у вас отмагнитится и потеряется. Вот. А этот уже у вас прикручен к штативу. Он у вас уже, так сказать, идет в комплекте. И, конечно, было бы здорово, чтобы вот этот крюк с этим ключом мог фиксировать эту плашку. Это второй момент. Но, нет, вам нужны как минимум два ключа. Один для плашки и второй вот этот, соответственно... А, этот для плашки, да, крюк, соответственно, для центральной колонны и для чего там еще. Такой вот момент. Следующий момент. Это уровень. Как я и говорил, как настроить уровень ровно горизонталь, горизонт, чтобы ничего не заваливалось. Здесь есть действительно уровень пузырчатый, там, спиртовой или как его называют. Вот он здесь есть. Также он есть и на моем старом штативе. Но на старом он расположен снаружи. То есть плашка отдельно, а уровень вот здесь вот, ну, я думаю, видите, отдельно снаружи. С другой стороны, несмотря на то, что он снаружи, плашка его не прикрывает. В общем-то, если мы камеру сверху поставим, особенно достаточно большую, то, честно говоря, ну, наверное, все равно он прикроет этот уровень. Если задом наперется, ну-ка, ну, плюс-минус тоже, наверное, прикроет. Но, тем не менее, хотя бы этот уровень, в принципе, снаружи и кое-как, наверное, можно подглядеть и отрегулировать. Здесь же, у этого штатива, уровень находится ровно под плашкой. Он прямо там спрятан. Соответственно, если у вас плашка сверху, или если у вас камера, вы не можете регулировать ваш горизонт. В смысле, у вас нет контроля горизонта. Это печально, конечно. С другой стороны, ну, а куда еще его было сделать, учитывая, что пузырек-то должен смотреть вверх. И поэтому где-то сверху, на самой плашке тоже вряд ли. Ну, в общем, такой момент, конфузный такой момент. Ну, и сразу вам выдам инструкцию, как правильно настраивать. Естественно, вам придется плашку сначала снять. Почему? Такую инструкцию даю, потому что здесь очень много разных механизмов. И если вот просто открутите шаровую голову, да, по ампарам, настроите вот ваш пузырек шаровой головой, посмотрите все по центру, зафиксировали. Но у вас же есть механизм тилта, наклона. И как он сейчас отрегулирован? Ну, сейчас, например, он у меня не на нуле стоит. И откуда я могу знать, это точно ноль или нет? Так, штука в том, что на самом деле нужно сначала этот тилт выставить на ноль полностью, зафиксировать его на нуле. И вот только после этого уже открутить шаровую голову, и тогда уже настроить ваш уровень. Вот так вот, с помощью модного механизма. Вот так. Вот. И тогда можно быть уверенным, что и здесь и тилт тоже у нас на нуле. И уже от этого, когда вы будете наклонять, у вас действительно будет вот там 45 градусов, 60, 90 и так далее. То есть сначала фиксируете наклон на нуле, только потом настраиваете ваш уровень. Ну, а, соответственно, когда настроили по пузырьку, тогда уже прикручиваете фотоаппарат сплашка, и, пожалуйста, у вас будет ровная горизонталь. Все супер. Вот такой вот момент тоже есть. Ну, и последний момент. Это вот эта вот мягкая рукояточка. Она поролон, не поролон, как она называется, какая-то пенопласт. Больше всего похоже, по ощущениям, на пенопласт. Она, ну, с одной стороны, жесткая, конечно, крепкая такая, но, конечно, она мягкая. Это не металл, не пластика, она мягенькая. Ее можно промять. И подобные штуки есть на этом штативе. Вот здесь вот ножки мягкие. Да, они хорошие, не скользят, если у вас руки потные, если вы в перчатках, или если зимой, или если дождь идет. С одной стороны, да, хорошо, что они такие есть. Вот. Здесь таких нет. Но, в принципе, поверхность вся матовая. У меня никогда не было проблем как-то держать, чтобы куда-то выскальзывало. Я думаю, здесь на этих ножках они не нужны. Но примерно такая же штука, она вот здесь находится и на этой кинорукоятке. Единственное, что меня смущает, сколько она продержится. Потому что, я думаю, что очень легко ее промять, прогнуть, порезать, поджечь, может быть, случайно, если где-то рядом с костром что-то снимаете. Вот. Единственное, что меня смущает, конечно, долго ли она проживет. И если она разорвется или как-то слетит, чего дальше делать? Будет ли нормально работать? Потому что сама-то часть эта металлическая, а подушечка только сверху. Ну, вот. Ну, такой момент смущает меня. Но сейчас мы ничего не можем с этим сделать. Мы посмотрим в будущем, как это все будет работать. Вот такой вот обзорчик. То есть, этот маленький, кстати, тоже на все это дело очень похож. Надеюсь, Freewell сделает такие. Потому что здесь, например, еще дополнительное крепление с холодным башмаком есть. Какие-то устройства и аксессуары можно прицепить. Тоже стандартная плашка и шаровая голова. И полностью металлический. Очень надежный. Так же, как и этот. Это очень важно. Еще никакого пластика говеного здесь нет. И, как вы видели, такой огромный вес камеры держит даже шаровая голова. А все остальные, соответственно, механизмы еще лучше будут. Потому что там рычаги удобнее. Так вот. Отныне это, конечно же, будет мой основной штатив. Теперь с ним и на влоги можно ходить, и путешествовать, и обзоры, и все, что угодно снимать. Как видите, он намного меньше, легче. И даже намного функциональней. Хотя, наверное, раза в три, может быть, он дороже, чем вот этот штатив. Но, я думаю, что раз в пять функциональней и гораздо удобнее и быстрее в работе. Особенно, если вы спешите или влог, погода мешает и так далее. Ну, гораздо быстрее вы можете его разложить, все настроить, поснимать, сложить и убежать. Вот с этим придется, конечно, покрутить все эти штуки. А для стационарной, наверное, неспешной работы это, в общем, не принципиально. В общем, вот такой вот вышел обзорчик. Надеюсь, вам понравился. Ставьте лайк. Пишите в комментариях, кстати, какими сами вы пользуетесь штативами. Какие бренды, какие модели можете посоветовать. Пробовали вы Freewell или нет. А за этим, пожалуй, все. Естественно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и все. С вами был Пауль Крец. Увидимся в будущих обзорах и стримах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok